Доброе утро. Новости на телеканале Хабар в студии Жанна Ситхан. В Актау за загрязнение Каспийского моря оштрафовали частную компанию на 1 миллион 700 тысяч тенге. Разбирательство по данному факту началось из-за видео, попавшего в сеть. Негодование горожан вызвал сброс грязной воды в море вблизи Солдатского пляжа. Внеплановая проверка подтвердила опасения экологов. Анализ взятых проб показал наличие и концентрацию вредных веществ, таких как фосфат, марганец, никель и медь. В отношении предприятия возбуждено административное дело. Компания нарушила экологическое законодательство. Без предварительной очистки грязная вода в объеме практически 18 тысяч кубических метров попала в акваторию Каспия. Согласно статье 324 Кодекса об административных правонарушениях, виновные понесут ответственность. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила около 2 миллионов тенге. Между тем, в Атерау с побережья Урала собрали свыше 12 тонн мусора. В экологическом мероприятии на добровольной основе приняли участие около 80 представителей ведущих нефтяных предприятий региона. Все собранные отходы отправили на полигон для утилизации. В ходе акции были также обнаружены браконьерские снасти и большое количество мертвой рыбы. Три многоэтажных дома по программе Нур-Лежер возводят в городе Арысь Туркестанской области. Это первые новостройки в новом микрорайоне. В каждой из них по 36 квартир. Их получат очередники, многодетные семьи, дети-сироты и бюджетники. Дома, которые обошлись в бюджет в 820 миллионов тенге, сейчас почти готовы и примут новоселов уже в августе. В планах возведения еще пяти пятиэтажек для медиков и преподавателей. Дома будут готовы в ближайшие месяцы. Сейчас рабочие завершают монтажные и отделочные работы. В июне планируем начать строительство еще двух домов. Их проектно-сметная документация готова. В эксплуатацию дома ведут в следующем году. В Западно-Казахстанской области молодым врачам, которые поедут работать на село, начнут выплачивать по 1 миллиону тенге. На сессии областного маслехата депутаты единогласно поддержали инициативу управления здравоохранения. К слову, такой вид социальной поддержки сейчас оказывается только в Североказахстанской области. Планируется, что подъемные получат около 100 молодых врачей. Меры предпринимаются в связи с нехваткой специалистов. Сегодня в регионе не хватает свыше 200 врачей. Также на сегодняшний день прорабатывается вопрос с руководством города о выделении квартир для специалистов, которые прибудут в город работать. Около 100 с лишним специалистов у нас проживает в служебных и арендуемых квартирах. Около 150 нуждаются. Центральная избирательная комиссия провела в Алматы семинар для руководителей территориальных участковых избирательных комиссий. Здесь обсудили изменения в выборном законодательстве и разъяснили особенности организации процесса голосования. На предстоящих выборах главы государства на алматинских участках будут работать около 5000 человек. В мегаполисе создано 9 территориальных комиссий и 554 пунктов для голосования. Сейчас продолжается аккредитация международных наблюдателей. На сегодня поступило почти 200 тысяч заявок от экспертов, которые намерены следить за ходом голосования в Алматы. Между тем, в Шымкенте члены районных участковых избирательных комиссий начали работу по раздаче приглашений на предстоящие выборы президента. Листовки с призывом к избирателям прийти на голосование содержат информацию о местонахождении участков, времени выборов, контактных данных избирательных комиссий. В частности, напоминания раздают по месту прописки избирателям Инбекшинского района города Шымкента. Этой работой занимаются свыше 600 членов избирательных комиссий района. Кстати, во время обхода домов уточняется и состояние здоровья, к примеру, пожилых избирателей. В случае, если кто-то из них не сможет прийти 9 июня на выборы, то по его письменной просьбе участковая избирательная комиссия должна организовать голосование в месте пребывания этих граждан. К выборам президента по нашему району готовится 151 096 избирателей, 5 из 76 районных участков временного пребывания. В список этих пяти закрытых участков входят медицинские учреждения. В них списки избирателей сформируются ближе к выборам. А всю информацию об избирательных комиссиях, адресах и границах участков жители города могут найти на сайтах городского и районных акиматов. На востоке республики ко дню выборов ожидают приезда 34 иностранных наблюдателей. Пока в области за ходом избирательной кампании наблюдают два представителя миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Это одна из 11 команд, работающих в республике. С 15 мая Стивен Янг и Ануш Айрапетян объездили уже несколько районов области. А в Усть-Каменогорске встретились с представителями территориальной избирательной комиссии Восточного Казахстана. Всего в регионе в выборах могут принять участие около 1 миллиона человек. По области работают 1040 избирательных участков. Наша задача, как долгосрочных наблюдателей, еще до дня голосования встретиться со всеми участниками выборного процесса. Это не только избирательные комиссии, но и представители неправительственных организаций и политические партии и средства массовой информации. К событиям в мире два человека пострадали в результате стрельбы в одной из школ Польши. По словам сотрудников полиции, нападавшим оказался бывший ученик этого же учебного заведения. Подозреваемый ранил уборщицу и ученицу 11 класса. Их госпитализировали в больницу. Злоумышленника удалось задержать. Сейчас он находится в следственном изоляторе. По данному факту возбуждено уголовное дело. В этом году на восхождение Вереста продано рекордное количество лицензий. Забраться на самую высокую точку земли изъявили желание больше 800 человек. Это привело к толче и многодневному ожиданию на критических для жизни высотах. В очередях наверх и на спуск уже скончались 10 человек. Четверо из Индии, двое ирландцев, альпинисты из самого Непала, Австрии и Соединенных Штатов. Отмечу за право попытаться взойти на Верест. Каждый альпинист платит 11 тысяч долларов США. К другим темам. Отказаться от карьеры, престижной должности и уйти в никуда. История жителя столицы Осета Бегалиева больше напоминает сюжет голливудского фильма. Рискнуть, бросить все и начать жизнь с чистого листа. Да, это возможно. Зарина Байрисова встретилась с героем, который кожаному креслу, галстуку и высоким кабинетам предпочел лопату, швабру и труд собственными руками. Тщательно, планомерно и обдуманно, каждый шаг вперед, пусть небольшой, Осет Бегалиев делает уверенно. Сложно представить, что всего полгода назад он был заместителем председателя правления крупной столичной энергетической компании. Карьера шла вверх, но... Выпускник английского вуза решил, что не хочет жить по шаблону. Уволился, чтобы начать собственное дело. Больше, наверное, всего родители переживали, потому что все-таки в представлении родителей есть определенная, скажем, картинка того, как выглядит успешный сын. Поэтому, когда я сказал, что я вот оставляю свое место работы и иду там убираться в подъездах, конечно, первое время было сомнение. Мама очень переживала и говорила, а стоит ли так, зачем ты так делаешь? Все-таки столько лет шел, выстраивая карьеру и теперь поворачиваешь в совершенно другом направлении. Решение не было спонтанным, хотя четкого плана действий и не было. Осет обдумывал, в каком направлении развиваться, опробовал силы в преподавании английского языка и даже в продаже кофе. Но судьба привела его в сферу клининга, где начинал он все сам, своими руками. В любой работе, где бы я ни работал, надо понимать, как происходят процессы, как движется сама работа, чтобы уметь правильно управлять и правильно принимать решения. Проводил хронометраж, засекал, сколько времени занимает уборка одного подъезда, одного этажа, целого комплекса, для того, чтобы понимать для себя ценообразование. Из малого складывается большое. Сегодня в молодой клининговой компании работают больше 50 сотрудников. И они уже привыкли, что руководитель всегда им помогает. Фарида Жумабекова убеждена, их труд самый честный и чистый. Хотелось бы, чтобы люди ценили нашу работу. Думали о том, что кто-то за ними убирает и стремились сохранить чистоту. Потому что мы наводим порядок, а это основа всего. Рискнул, пошел не по проторенной дорожке и получил результат, о котором даже и не мечтал. Здесь нужно помнить одно важное правило. Успех приходит к тем, кто готов трудиться. Зарина Байрисова, Айбен Кусамбеков, Хабар. В год молодежи в Жизказгане появился молодежный театр. Благодаря этому молодые артисты города смогут реализовать свой творческий потенциал. В постановках будут участвовать выпускники отделения актерское искусство местного музыкального колледжа. Оно было открыто 10 лет назад, но отучившись начинающие актеры оставались невостребованы. В местный театр могли устраиваться лишь один-два человека в год. И им зачастую доставались лишь эпизодические роли. Сейчас в труппе молодежного театра уже 20 человек. Первая постановка прошла с аншлагом. Сейчас коллектив готовится к гастролям. Театр молодежный. Исходя из этого, конечно, мы будем стремиться работать в современных, интересных для молодежи жанрах и театральных стилях. Будем ставить пьесы современных модных драматургов. Это все, о чем мы успели рассказать. Редактор субтитров А.Семкин